Что нужно знать новичку при работе в блендере? Всем йоу дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами как всегда я, Finder. Чаще всего, когда мы хотели начать изучать работу с 3D сферой, то сталкивались с такой проблемой, с чего все-таки нужно начинать. На слуху держатся такие программы как Cinema 4D, Maya, 3ds Max, ZBrush, но самой популярной программой на сегодня является Blender. Почему же он стал таким популярным в наше время? Все очень просто, из-за своего функционала, позволяющего не только моделировать, но и скульптить, симулировать физику, рисовать текстуры, создавать процедурные текстуры, использовать для монтажа видео и VFX, и даже программировать на языке Python, и использовать встроенный в блендере игровой движок, а также много туториалов, и самое главное то, что он полностью бесплатный. Некоторые изучают Blender для игр, некоторые для искусства, а некоторые даже умудряются создавать полноценные анимационные проекты на нем. Чаще всего те, кто начинают исследовать Blender, сразу начинают искать курсы для новичков, тот же самый по созданию Пончика, который давно уже стал классикой в сфере 3D. Начинают проходить его, и часть забрасывают на полпути по различным причинам. Стало непонятно, не уверен, что справишься, либо вообще стало неинтересно. В этом видео мы с вами разберем главные моменты при начале работы в Блендере. Первое – это установка ПО и системные требования. Чтобы начать работу в Блендере, его логично нужно скачать. Тут буду краток, если вы новичок, то качайте LTS – Long Turn Support. Версия 2.83 LTS или 2.93 LTS. Данные версии будут поддерживаться на протяжении 5 лет с момента их реализации. Blender LTS нацелен на то, чтобы обеспечить выполнение долгосрочных проектов с использованием стабильной версии Blender, которая обеспечит критические исправления в течение двухлетнего периода. Любые исправления, применяемые к последующим версиям, будут регулярно переноситься на LTS-версии. Конечно же, вы можете рискнуть и скачать экспериментальные, либо еще не до конца реализованные версии. Но тогда вы рискнете наткнуться на достаточное количество багов, которые знатно подпортят процесс создания ваших шедевров. Также важное уточнение, что Blender не поддерживает Windows 7, поэтому вам придется использовать только десятую винду. Поговорим теперь о системных требованиях Blender. Скажу по опыту, что для более-менее комфортной работы в Blender вам нужно не менее 16 гигабайт оперативной памяти. А если вы хотите работать с физикой и ручным текстурированием, советую заменить до 32 гигабайт. Настройки от Blender вы видите сейчас на экране. Интересным моментом является то, что тут не указан ни процессор, ни видеокарта. Все потому, что это не игра, где нужно отрисовывать картинку постоянно. Это рабочая среда, в которой процессор используется для работы с симуляцией, а видеокарта для отрисовки, то есть рендера в финальной картинке. Этот момент является отдельной темой для видео, так что кому интересно, пишите, и если будет хороший актив, то я еще и про это сниму. Дальше давайте поговорим про начало работы в Blender. Часто те, кто устанавливают Blender впервые, сразу хотят начать работу на нем, поэтому начинают искать всевозможные курсы по моделированию. Ключевое слово – моделированию. И в итоге забрасывают на этапе, когда им становится непонятно. К примеру, что же там нажали в видео и как это получилось. Некоторые все же начинают с азов, вбивая в поиск Blender с нуля, успешно проходят его и приступая к моделированию, сталкиваются с той же проблемой, что мы описали выше. Поэтому, прежде чем начать работу в Blender, изучите интерфейс программы. Подтратьте пару часов на то, чтобы понять, где настройки рендера, как вызвать круговое меню в режиме редактирования, как сменить язык программы и так далее. Так вам будет намного легче ориентироваться по самой программе и без проблем понимать, что там происходит в туториале. Не всматриваясь по полчаса в экран. Да-да, я знаю, ты так же делал. Второе, что вам следует изучить – это горячие клавиши. Другими словами – Hotkey. Hotkey увеличивают скорость вашей работы в невероятное количество раз. И не запомнить их – значит потерять достаточно количество времени. Ссылку на них я оставлю в описании. Не бойтесь от их огромного количества, вы спокойно их сможете запомнить, просто работая в Blender. Так что вы доведете их до автоматизма. Если вам не трудно, то советую распечатать их и положить рядом. Либо вы можете найти пользовательские сокращенные версии, в которых есть все самые полезные горячие клавиши для начинающего. Ну и третье – это специфика работы. Как только вы определились с самим Blender, то вы можете для себя выбрать направление работы. Это может быть моделинг low-poly объектов для игр, визуализация помещений или же анимация. Это сейчас не самое важное. Вам нужно понять одно – из-за своего малого размера Blender не может абсолютно полностью уместить в себя функционал своих подблоков. Основную задачу моделирования Blender выполняет на ура, но остальные как бы урезаны в функционале. Приведу пример. Физика в Blender урезана до примитивных понятий, чтобы каждый в несколько кликов мог разобраться и настроить физику жидкости. Твердых тел, либо дыма. Но он однозначно не сравнится со специально созданной программой для этого, которая называется Houdini. Именно в этой программе используются спецэффекты для современных кинопроектов. То же самое касается и скульптинга. Инструментов Blender хватает для скульптинга чего угодно. Но это не сравнится с ZBrush – главной скульпт-программой среди всех существующих. К текстурированию, анимации и рендеру это также относится. Им соответствуют программы Substance Pater, Autodesk Maya и любая профессиональная среда для рендера. Такая как, например, Arnold Render. Этими примерами я хочу сказать, что для начала работы вам хватит и встроенных в Blender инструментов, которые можно дополнить аддонами. Но если вы хотите заниматься профессиональной 3D деятельностью, то вы не сможете ограничиться одной программой. Их нужно совмещать и правильно делать это. Поэтому спустя некоторое время после изучения Blender и определения вашего направления, начните параллельно изучать другую программу под ваши потребности. Ну а на этом мы будем с вами заканчивать. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, также на ютуб, оставлять лайки. И увидимся с вами в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...